Добрый день, друзья! Не добрый день вам, не другим. МВД Российской Федерации объявило в розыск режиссера-документалиста Виталия Манского. На него он написал заявление совершенно оправданным Никита Сергеевич Михалков. Дело в том, что в интервью Ксении Собчак Манский заявил, что не менее 85% бюджета Московского международного кинофестиваля воруются. Ну, мы все знаем, что мы говорим, что Московский кинофестиваль подразумеваем Михалков. То есть это прямое обвинение Никиты Сергеевича Михалкова в воровстве государственных средств. Здесь два момента, на которые я хотел бы обратить внимание. Первый. Дело в том, что Виталий Манский является организатором, каким-то президентом Art Dog Fest. Это фестиваль документального кино, который с 2007 года финансировался Министерством культуры Российской Федерации. Кстати, если я не ошибаюсь, первым председателем жюри был Дмитрий Львович Бык в 2007 году. Ну и там все-все вот эти люди с хорошими лицами задействованы были, включая Антона Долина. Так вот, в 2014 году, я помню, был конфликт у Манского с тогдашним министром культуры Мединским, который отказался финансировать все проекты Манского, включая Art Dog Fest. Я бы на месте МВД Российской Федерации, вместо того, чтобы искать Манского, который, как известно, в Латвии имеет гражданство Евросоюза, в общем-то, не думаю, что без каких-либо гарантий своих покровителей вернется в Россию в ближайшее время, я бы поднял документы по финансированию его мероприятия и рассмотрел бы роль там и самого Манского, и госпожи Манской. Не буду вдаваться в детали. Вот. И второй момент. Знаете, вот моя одна из любимых присказок. Кто о чем, обшивая баня. Я журналист в Москве. Здесь очень много предъяв Ксении Анатольевны Собчак, нашему несостоявшемуся президенту Российской Федерации. Напомню, что в свое время Дмитрий Песков, пресс-секретарь Владимира Путина, голос Кремля, сказал, что он до последнего момента не был уверен, кто выиграет президентские выборы. Владимир Путин или Ксении Собчак. Ну, понятно, что в этом был Степ, я надеюсь, что это был Степ. Тем более, это было сказано на свадьбе Константина Богового и Ксении Собчак. Но нет дыма без огня, как вы знаете. Вот в том смысле, что Ксения Анатольевна Собчак фигура приближенная, фигура информированная, фигура влиятельная. И мне не по этому, не из-за перечисленного, вызывающая дикую сжогу у широкой публики, скажем так. Очень многим она не нравится. И в контексте вот этого интервью с Манским, где было озвучено о хищении 85%, не менее 85% бюджета Босковского кинофестиваля. И очень многие предъявляют. И она сама получила поездку, о чем информировала в своих социальных сетях. Но она получила поездку как свидетель. Это совершенно нормально и не испытываю никакой симпатии к Собчаку. Но должен сказать, что как журналист она поступила совершенно правильно. Дело в том, что когда в беседах социально значимый персонаж, какой он, безусловно, является видный российский, латвист, режиссер Банский, звучит какая-то информация, интервью может что-то уточнить. Может попытаться возродить, если у него есть какая-то информация, если он компетентен в том вопросе, который обсуждается. Но вырезать это из эфира, как-то вмонтировать и не давать этому ход, это просто непрофессионально. Так что в этом отношении Ксения Собчак поступила совершенно правильно, то, что она оставила это в эфире. Кстати, нормально проведена была беседа. Она, кстати, беседовала с единомышленниками, с человеком, который ей понятен и симпатичен. Это очень... Все очевидно. Интересно, что вот я напомнил заявление Пскова относительно того, что Собчак могла стать нашим президентом. Я незадолго до тех президентских выборов беседовал с сенатором Нарусовой, с Ведмией Нарусовой, матерью Ксении Анатолиевне Собчак. И с удивлением обнаружил, что на тот период я считал, что уже все какие-то политические амбиции были исчерпаны. У блондинки в шоколаде. Вы помните само позиционирование Собчак, что она окончательно ушла в журналист. Мы такой с долей хайпа. Ну вот все ее работы, интервью с маньяками и прочее, это все в ту степь. Хотя это было после, конечно, президентской кампании. И я думал, что у нее нет никаких политических амбиций. И с удивлением, повторюсь, обнаружил беседы с Нарусовой, что она видит у своей дочери политическое будущее. Еще я делаю вывод, что именно она и стоящие за ней силы все время Ксения Анатольевна вот в этом направлении продвигает. А ей интереснее поболтать с режиссерами и так вот накинуть немножко на вентилятор, что и было сделано в беседе с Манским. Могла ли состояться политическая карьера Ксении Собчак, если бы она не пошла по этому пути? А почему вы говорите в сослагательном наклонении? Ну, потому что я считаю, что... Я считаю, что она состоялась. Вы считаете ее действующим политиком? Другое дело, безусловно. А вы считаете, что политик это только тот, который вчера отжимал штангу, а потом по спискам прошел в Думу, занял это кресло и стал политиком. Прямо вот с завтрашнего дня, как только мандат получил. Как вы прошлись по чемпионам. Нет, ну просто, понимаете, политик это человек, который подготовлен своим образованием, своим опытом, жизненным в том числе. Ксения с детства была в эпицентре таких событий, о которых многие даже не знают. И тот опыт, который у нее есть, он бесценный. А кроме того, у нее есть позиция. То, что для политика важно. Никуда ветер дует, или что сказал пресс-секретарь Песков, вот так я и буду действовать. А ваши позиции... А главное, должна быть самостоятельная позиция и свое мышление. Понимаете, я с детства ее воспитывала в том же принципе, как и меня воспитывали. Сомневайся. Фраза Вольтера. Сомнение началом... Любимая, любимая форизм Собчака. Да, и мой тоже. Сомнение начала мудрости. Нельзя сомневаться только в том, что после ночи наступает утро, и что дважды два-четыре. Во всем остальном надо сомневаться. Давайте на этой ноте сомнения и финишируем с нашей беседой. С вами потрясающе интересно было разговаривать. Огромное вам спасибо. Всего доброго. Сомневайтесь. Вы не раз в интервью разных говорили о том, что Минкульт финансирует много фестивалей, которые существуют лишь для того, чтобы освоить деньги. То есть собрались, не знаю, какие-то сто человек на церемонии, это ваши слова, открытия, выпили, закусили, посмотрели один фильм и разошлись. Вы можете... Сто это много. Мы знаем очень дорогие фестивали, где собирается человек 40. Вы можете назвать имена тех, кто проводит такие фестивали? Имена или назвать такие фестивали? Ну, имена тех, кто их организовывает, и фестивали. Ну, слушай, эти имена я сам-то не очень знаю, но фестивали... Как правило, это фестивали патриотического толка. Ну, например, всякие там Волоколамский рубеж, например, фестивали. Или что-то такое вот спортивное. Вот есть фестиваль, там, типа в Красногорске, спортивного кино. Реальных фестивалей в стране в самом широком таком допуске не больше десяти. Государство выделяет деньги не менее ста фестивалям. Если добавить еще деньги региональные, ну, это получается около двухсот фестивалей. Значит, соответственно, нетрудно посчитать. Сто девяносто восемь осваивают бюджет, реально существующих десять. Кстати, среди них не только кинотавр, но и так или иначе фестиваль Михалкова, вот этот московский международный кинофестиваль. Но при этом хочу сказать, что воруется на московском международном фестивале не меньше 85% бюджета. Не меньше. Потому что я, как фестивальный менеджер, могу точно просчитать, сколько стоит этот фестиваль. И он стоит, вот в лучшем случае, 15% от тех сумм, которые получает он напрямую от государства. Слушайте, но как это же, а как это возможно, такие деньги? Как возможно воровать в России? Это был сейчас вопрос. Нет, ну в смысле? То есть, ну мне всегда казалось 30%, 40% вот в таких суммах. Нет, 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 15%. Готов в суде отстаивать свою правоту. Поэтому...